Добрый вечер, друзья! В сегодняшнем уроке, пятом, мы закрепим подлинный материал, а также пройдем следующий этап, это загрузка медиафайлов, то есть фото, видео, файлов, логотипов и, если хватит времени, загрузка звуковых дорожек, то есть добавление, наложение музыки для того, чтобы наше видео было смотрибельным. Итак, я уже открыл редактор Movavi, добавляю новое видео, так, добавят видео, вот я открыл папочку, добавляю новое видео, так, выделяю его, загружается, то есть она загрузилась моментально, длительность проекта 3 минуты 32 секунды. Значит, сейчас, чтобы не задерживать ваше внимание, я его постараюсь обрезать, ну, чтобы не было лишних слов, пробелов звуковой дорожек в видеофайле. Хочу показать, каким образом можно редактировать, уменьшать громкость или увеличивать громкость звучания. Итак, например, вот я включаю его. Чтобы ты мне эту салфетку подарил. Вот, значит. Которая моет все. Слышно, да? Без всяких проблем без синтетики, без петербурга. Значит, если мы хотим увеличить громкость звука или уменьшить, значит, мы выделяем полностью, видите, на видеодорожке выделяем ее, чтобы у нас было желтым цветом выделена и звуковая, и видеодорожка. И вот здесь вот, свойства аудио, нажимаем, здесь можно выбрать свойства видео и свойства аудио, и увеличиваем громкость звучания. Например, вот таким образом. Кликаем вот на эту строку, видите, здесь изменяется процентовка звучания. Желательно в ваших видеопроектах, которые вы будете создавать, это делать сразу на всем участке видеодорожки, или видите, где всплески, вот здесь вот высокие звуки, да, там, где вот, допустим, барабанная дробь, или внешний источник какой-то там, допустим, кто-то рядом громко разговаривал, или проходил транспорт. То есть можно выделять, обрезать участки, вы уже знаете, как обрезать, и на этих участках регулировать. Итак, я сейчас установил 200%, то есть громкость, два раза. Послушаем, что у нас получилось. Вот еще раз. А теперь уменьшаю, покажу, как можно уменьшить звучание. Вот, кликаем сюда на дорожку, либо здесь выставляем проценты. Вот, то есть 50%. Так, и слушаем. Отличие видно, да? Вот, можно, вот еще раз, еще меньше сделаю. Вот, еще раз прослушаем те же самые слова. Видите отличие? Правильно, да? Кто увидел, пожалуйста, напишите свой комментарий. Вот, если вы хотите вернуть настройки, которые вы создавали, мы можем просто-напросто, нажимая вот эту кнопочку отменить, либо Ctrl-Z, видите, внизу здесь написано Ctrl-Z, отменить последнее действие, мы возвращаем, значит, действие, то есть настройки, которые вы делали. Итак, нажимаем, видим здесь, видите, 30%, дальше нажимая 40, 50, 60, 70, 80, 90 и так далее. То есть возвращаем буквально до первоначальной, вот, до первоначальной, а, даже, видите, я удалил видео. То есть возвращаем видео обратно, видите, как работают эти кнопочки. Так что это очень удобно в своей, вашей работе. Итак, запомнили, каким образом менять громкость звучания. Мы можем, видите, даже выделив не весь, не весь файл, звуковую дорожку и видео, а можно просто выделив звуковую дорожку, можно корректировать звучание звука. Допустим, вот таким образом. Сделаем 300% и послушаем. Для мойки стекол. Для мойки стекол. Так, уменьшаем до 40%, до 30%. Еще раз послушаем. Видно, да? То есть звук меняется. Все, с этим моментом разобрались. Значит, меня в данном видеопроекте звучание устраивает. Все, значит, это мы запомнили. Значит, сейчас я обрежу видео, его еще укорочу. Это обращение Валентины Николаевны о продукции компании Greenway. И мы дальше пройдем моменты, как загружать фотофайлы, видеофайлы и логотип на тот проект, который вы хотите установить. Хотел бы отметить один момент. В данном видеоредакторе, в этих настройках, мы можем изменить, скорректировать освещенность данного изображения. Вы видите, что освещения недостаточно, поэтому мы можем выбрать вот аудио, а здесь видеодорожку, то есть корректировку. Опускаем здесь движок и смотрим. Коррекция света. Вот. Ручные настройки. Можно, значит, сделать автобаланс белого нажать. Для того, чтобы проверить, как оно работает, вот перетягиваем сюда, посмотрим. Видите, не перетягивается. Не перетягивается, то есть при перетягивании должна быть корректировка. Так, сейчас уменьшим громкость, чтобы меня было слышно. Значит, если это не работает, а ну давайте попробуем автоулучшение. Так, посмотрим, как оно. Видите, не цепляет. Значит, тогда мы делаем ручную корректировку, яркость, контрастность, насыщенность светлых тонов. Так, попробуем сделать 50%. Так. Значит, смотрим. Видите, да, изображение немного осветлилось, стало паячее. Ну, еще раз. Так, убираем. О, видите. Я вот нажимаю возврат и сразу вот как в этом поле, обратите внимание, вот в этом поле видео, как меняется насыщенность светлых тонов. Так, если мы здесь, видите, вот оно темнеет. Нам это, нас не устраивает. А ну давайте вот делаем немножко светлее. Так. О, видите, вот здесь вот посветлее чуть стало. Ну, попробуем изменить насыщенность. Вот, обратите внимание на ковер сзади нашего главного героя. Он стал ярко-красным, да. А теперь убираем. Видите, стал коричневым. Значит, оставляем, наверное, оставляем, наверное, вот так 110, вот так, 130%. Теперь регулируем контрастность. О, видите, контрастность чуть-чуть у нас смягчает. Так, теперь яркость. Яркость не устраивает нас. Это у нас так оставляем ноль. Ну, а теперь поиграем сейчас гаммой. Видите, гамма у нас, вот, гамма у нас как бы так темные тона. Ноль. И теперь здесь движком. Движком регулируем. Тоже, видите, здесь не очень как бы корректно выходит. Если что-то у нас, если что-то нам не нравится, мы можем просто-напросто возвратить вот этими движениями. То есть, кнопкой повернуть, не повернуть влево, а возврата провести корректировку нашего видео. Так, возвращаем. Вот, может быть, даже вот это. Так, вот так. Так, а ну-ка, давайте здесь 90 поставим. 90, так. Так, хорошо, пока оставим так. Теперь, теперь, еще хотел что показать. Коррекцию света мы сделали, ручную настройку. Вот, нажимаем сохранить настройки. Отмена. То есть, мы шаблон не будем делать. Так. Развернуть на 90 градусов, либо на 180. Ну, в общем, развернуть нужно. Либо участок видео. Для этого существует вот такая кнопочка, поворот. Вот, вот, нажимая ее, обратите внимание, видите, у нас в окне просмотра, в плеере, поворачивается вся картинка. Вот, раз, вверх ногами можем сделать. Вот таким образом. Таким образом можно, допустим, поворачивать весь видеофайл, либо его обрезок, ну, то есть кусочек. Так, возвращаем обратно, возвратом. Поэтому, если вам будет интересно, в процессе работы вы можете, ну, в личном порядке изучить вот эти вот кнопки, как они работают. Функции этого видеоредактора. Значит, для того, чтобы установить где-либо логотип, либо фотофайл, необходимо заранее найти место, то есть точку, метку, где необходимо это сделать. Вот, например, вот, значит, я установил метку, название компании, значит, как добавить сюда фотофайл. Значит, для этого необходимо, открываем необходимую папку, я заранее подготовил файлы для этого, и ищу тот файл, который нам необходим. Вот этот файл, файл Greenway, дом без химии, открываем его, и у нас в конце видео, в звуковой дорожке появляется, видите, вот такое вот изображение в видеоплеере. Значит, для того, чтобы его перетянуть, необходимо, что его нажать сюда, левой кнопкой мыши, и перетянуть его той метке, которая необходима. Дальше смотрим, что у нас получается. Так, не туда установил, значит, немножко не туда, вот сюда, вот в этом месте нужно установить. Так, вот у нас в видеоплеере появилось такое изображение, чтобы его изменить, необходимо, что вот здесь, да, вот нажать, видите, появилась такая рамка. Значит, сжимаем так, как нам необходимо, вот таким образом, так, передвигаем, куда нам нужно, например, вот в этот угол, и таким образом у нас появится в изображении, так, применить, нажимаем кнопочку. А, смотрим, как у нас получается, еще раз, можно откорректировать, подвинуть, вот так, например, так, применить, и смотрим, что получилось. Вот, раз. Вот, это первое. Значит, понятно, порядок установки в вашем проекте и закрепление фотофайла. Теперь рассмотрим следующий порядок, значит, закрепление, загрузка и закрепление логотипа. Также я заранее подготовил, также заранее подготовил в папочке, вот открываем ее, логотип, делаем лого на прозрачном фотофайле. На телефоне Академия онлайн-сетевика. Мы можем ее просто вот таким образом перетянуть. Вот сюда, вот она у нас появилась в конце видео-аудиодорожки. Значит, для того, чтобы с самого начала проекта она у нас была. Так, передвигаем, снизу движок, сюда аккуратненько. Так, сюда аккуратненько. Так, и сразу его координируем. Так, вот таким образом уменьшаем. Ну и приблизительно вот так устанавливаем. И чтобы он у нас был по всей длине видео-проекта, вытягиваем, захватываем левой кнопкой мышки вот правую границу и протягиваем по всему видео-проекту. Так, вот сюда приблизительно. Так, посмотрим, что получилось. Можем вот здесь вот немножко подвинуть. Смотрим, что получилось. Включаем плеер, смотрим. Так, нормально, да? Можно еще скорректировать. Выше, ниже, как вам удобно. Применить и смотрим. Ага, ну приблизительно там, где нужно. Применить. Вот, вот так устраивает. То есть мы сейчас прошли урок, как установить, как закрепить, загрузить и закрепить фото, файл, а также логотип. Вот, логотип, видите, да? Вот он здесь, в видеоредакторе. Ну и еще по желанию, допустим, у кого-то есть сайт или канал, или инстраграм, можно, создав предварительно водяной знак, завести сюда также логотип своего сайта или ссылки, хэштега на ваш аккаунт в социальных сетях. Например, я сделаю, заведу сюда следующий. Пустим, добавить медиафайл. Вот, например, Greenway Love. Это мы создаем сейчас командный одесский сайт. Вот, нажал кнопочку «Открыть». И только таким же самым образом передвигаем его в самое начало нашего видео. Допустим, вот сюда закрепляем. Вот, чтобы он уменьшился в размерах, выделяем его, рамку уменьшаем. Вот, и, например, вот сюда устанавливаем. Чтобы он не мешал изображению. И протягиваем по всей длине нашего, немножко перетянул, нашего видеопроекта. Так. Вот, допустим, так. И смотрим, что получается. Так, вот эту границу подтянем. Так, смотрим, что получается. Вот, видите, вверху логотип Академии онлайн-сетевика Лидии Чапкевич. Внизу логотип сайта вашего или хэштега. Вот, то есть у нас практически видео обработано. Почти готово к загрузке на канал YouTube. Ну, еще раз проутюживаем полностью наш проект. Так, смотрим. Так, смотрим. Логотип есть. Этот логотип тот есть. Так, выскакивает у нас фотография на видео. Так, контакты у нас тоже я заранее загрузил. Вот у нас контакты свои на Viber, WhatsApp, Telegram. Ну, и окончание. И окончание. Вот, видео понравилось, подпишись на канал. То есть призыв к действию. Все, спасибо за внимание. Значит, в следующем уроке я покажу, как добавить в шестом уроке, как загрузить звуковой файл. То есть, чтобы сопровождала тихая музыка в зависимости от настроения, там, веселая или мрачная, или нейтральная. А также, как добавить в видео файл где-нибудь в середине, в начале или в конце нашего проекта. Все, спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Подписывайтесь на канал. Спасибо.